Не ошибаюсь, на токе АЛС. Итак, если у нас с вами мы хотим кодировать ответвление B, то даже если ставим вот так вот крест-накрест стрелочные соединители, делаем то в любом случае для того, чтобы нормально прокодировать ответвление B, повышают на 30% ток АЛС, который подается у нас с вами с питающего конца. Ну вот такой вот вопрос. Пойду покрашу его в зелененький цветик, как пройденный. И вот эти вот наши рельсовые цепи, которые мы коричневым цветом покрасили, мы их прошли хоть с вами? Поговорили, замечательно поговорили. Что-то не помним мы. Нифига себе не помним. Как так можно не помнить? Мы с вами должны были проходить вот эти рельсовые цепи, смотреть на кучу элементов, какие они бывают, смотреть отличия. Ну и заодно я говорю, что мы вот этот вопрос 44-й разбирать не будем, поскольку он у нас будет где? Вот в этих всех рельсовых цепях и рассмотрен. Должны были сами пробежаться по рельсовым цепям. По учебнику наверняка, скорее всего, бежали. Открывали вот так вот и смотрели. В результате, что у нас там с вами были рельсовые цепи различные. Наверное, постоянного тока я не говорил вам, рельсовые цепи не показывал. Такие кодовые рельсовые цепи, вот такую наверняка видели. Далее, что у нас там было? Ну это вот 25-ти керцовые, а 75-ти керцовые, наверное, не показывал. Далее, вот такого типа рельсовые цепи наверняка смотрели. Это переменного тока, инстанционная, некодируемая. Далее, если полистать, наверняка что-нибудь вот такое должны были посмотреть. Теперь уже кодируемые электротяги переменного тока. Ну и до этого были у нас рельсовые цепи постоянного тока. Наверняка, такую рельсовую цепь смотрели с ПЧ-5025, с блоками БПК, БРК. Рельсовые цепи 50-ти герцовые, такие как однониточные наверняка глянули, с нейтральным путевым реле, с ДСШ. Ну и другие рельсовые цепи с подчистительной, как здесь, с конденсатором, который сдвиг обеспечивает на релейном конце, с кодированием то же самое. Ну, вспомнили, нет? Да, проходили. Ну, хорошо. Слава тебе, Господи. Значит, все-таки покрасили мы с вами их не просто так. Эти рельсовые цепи были нами обсмотрены. И, как я вам говорил, в принципе, нам, в принципе, не нужно рельсовую цепь как-то там запоминать. Это совершенно бессмысленная штука. Они все одинаковые, там просто есть элементы. У них есть определенные назначения, такие как просто нужно найти этот элемент. Если это ограничительное сопротивление, то роль его могут играть разные элементы. Трансформаторами определиться тоже там несложно, если стоит на питающем конце. Это, видимо, тот трансформатор, который у нас понижает напряжение, тот, который согласовывает низкое входное сопротивление рельсовой линии с высоким входным сопротивлением аппаратуры. На релейном конце, если мы видим трансформатор, то это у нас трансформатор, который обратное согласование обеспечивает. Или тому, кому проще, как я говорил, запоминаете, как повышает напряжение просто вместо согласования. Ну, а различные там искорогасительные конденсаторы, там конденсаторы для сдвига фаз. это уже такие как бы особенности контакта трансмиттерного роля всегда у нас есть там они всегда одну и ту же роль как бы выполняют то есть в принципе элементов и так много поэтому если параллельно со мной там что-то себе какие-то пометки делали то у вас фактически эти самые назначения всех элементов есть раньше когда заощеками работал мы с ними делали словарик чертили там изображение да и сочниками он также у меня было словарики в этом чертили изображение на схеме как он может обозначаться писали что это такое писали на каком конце находится и назначение такой у нас был словарь студент туда заглядывали обычно день в конце тетрадки я обычно им рекомендовал это делать и потом какие-то контрольные работы писали вот туда при подготовке заглядывали смотрели они так способы защиты teamwork от ложной свободности при пробое стыков ну давайте вспомним какие там способы у нас есть защиты от ложной свободности для этого наверное нужно взять какой-нибудь рельсовую цепь да посмотреть ну например вот такая вот фазочувствительная рельсовая цепь кто-нибудь помнит ради чего появились в а за чувствительный рельсовые цепи Они появились как раз для того, чтобы защититься от ложной свободности при пробое изолирующих стыков. То есть здесь, в этих рельсовых цепях, способ защиты от пробоя изолирующих стыков – это как раз применение фазочувствительных рельсовых цепей. Это раз. Просто одно само по себе оно не поможет. И что еще второе нужно сделать? Это, кроме того, чтобы поставить в соседних рельсовых цепях фазочувствительные реле, еще и сделать так, чтобы в соседних рельсовых цепях у нас питание подавалось в противофазе. Тогда, если у меня изолирующие стыки сейчас вот здесь справа пробьет, либо стружка там прилипнет какая-то, что произойдет у нас с вами? Из соседней рельсовой цепи придет сигнал, который сдвинут относительно местной обмотки не на 90 градусов, а на сколько? А на 270 или, грубо говоря, на минус 90 градусов. В результате, что у нас будет с сектором? Сектор не то, что вверх не пойдет, сектор будет давить вниз. Ну, а если эти рельсовые цепи обе свободные, тогда у нас что произойдет? У нас просто-напросто два напряжения встретятся в противофазе, одно другое. Ну, сумма их будет чему равна, а не вычитаться будут друг из дружки. И в результате получим мы с вами разницу этих двух напряжений, которые также для срабатывания реле будет недостаточно. Итак, первый способ применения фазочувствительных рельсовых цепей плюс чередование мгновенных полярностей напряжений. Второй способ защиты от сгона изолирующих стыков у нас какой? Это используется он в кодовых рельсовых цепях. Так, кодовую рельсовую цепь нам какую-нибудь покажите. Вот она, кодовая рельсовая цепь. Как у нас здесь защита организуется? А здесь защита организуется не столько на рельсовой цепи, сколько на устройстве, которое стоит за рельсовой цепью. У нас с вами стоит там дальше за импульсным реле дешифратор автоблокировки. И этот самый дешифратор автоблокировки у нас будет получать питание от кого? И из своей собственной рельсовой цепи, вот из этой импульсной реле, которая подает. А также он получает его еще и из соседней рельсовой цепи. Это через контакт трансмиттерного реле. И вот если у нас с вами будут ложные стыки эти пробиты, что у нас будет происходить у нас с вами? Здесь опять же будут смешиваться два кода от КПТШ-5 и от КПТШ-7. В результате получится непонятная чехарда, которую наш с вами дешифратор автоблокировки по-человечески расшифровать не сможет. Он будет не понимать, что это такое ему подает. В результате к чему это будет приводить? К чехарде сигналов на светофоре. Если я правильно помню, там должен будет мигать красный и зеленый в этом случае. Перемигиваться, что непонятный сигнал. В любом случае наш машинист воспринимает как сигнал к остановке. Как минимум к снижению скорости. Но дальше будет разбираться там уже с диспетчерами, что ему дальше делать. Двигаться вперед, не двигаться. Итак, второй способ защиты, он работает для кодовых рельсовых цепей. Это чередование типов КПТШ-5 и 7. Мы чередуем в соседних рельсовых цепях. Где-то до сих пор еще у меня одни из зоочников говорили, я им говорю, что рельсовых цепей постоянного тока уже нет. Они говорят, нет, нифига, у нас на Свердловской дороге еще есть импульсные рельсовые цепи постоянного тока. Я такой, ну, интересно, конечно, но буду знать, раз есть. Не знаю, на сегодняшний момент еще есть или нет, потому что уже тоже говорил, что давненько не вел эту часть дисциплины МДК-3.1. Если же действительно тоже еще они используются, то там защита организовывалась в рельсовых цепях постоянного тока. Каким образом это применение импульсных реле с преобладанием полярности и чередование в соседних рельсовых цепях мгновенных полярностей. Ну, там не мгновенные, там действительно полярности распространного тока. В одной рельсовой цепи плюс идет, в другой минус в этом же рельсе. Если помните, у кого-то там на двух нитке, что мы делали, это вы отказались от тональных рельсовых цепей и делали там утолщенным, показывали, что это у вас мгновенный плюс. Шоу в рельсах идет. Тем самым чередование мгновенных полярностей показывает. Итак, чередование типов, ой, мгновенных полярностей. Это третий тип защиты от сгона стыков. Ну, собственно, все. Других способов не существует. Защиты. Вопросики. Просто халява, а не вопрос. Так, ну поехали. Значит, что у нас здесь? На примере, наверное, перегонных рельсовых цепей я студентам пытаюсь показать, что как на перегонах рельсовые цепи работали раньше. У нас был питающий конец этого питающего конца. Мы передавали к релейному концу кодовый сигнал в виде кода КЖ, Ж или З. Для того, чтобы код дошел от питающего до релейного, мы что делали? Ставили изолирующие стыки. Что касается анальных рельсовых цепей, ключевое их отличие для перегонных рельсовых цепей это то, что у нас из-за стыков нет вообще. Это то, что от одного питающего конца будут питаться два приемника слева и справа от него находящиеся. И, соответственно, питание получается, как от этого питающего конца идет направо и налево. Дошло до этого релейного конца, сработал приемник его. До этого релейного конца дошло, сработал его приемник. Для того, чтобы у нас соседние рельсовые цепи не путались, где кто из них, мы что делаем? Мы чередуем типы частот, комбинаций несущих и модулирующих частот. Что это за такие частоты? В тональных рельсовых цепях используются такие частоты, частоты, как 420, 480 Гц, 580, 720 и 780 Гц. Это есть не что иное, как частоты несущих сигналы, на которых передается информация. И есть еще так называемая модулирующая частота. Их типов у нас существует два. Это 8 Гц и 12 Гц. Ну, а соответственно, 480 это было... А, там тоже Гц, все нормально, не килогерц. Килогерц у нас используется в рельсовых цепях четвертого поколения. В данном случае приведены комбинации частот третьего поколения. Всего их, учитывая, что у нас используется пять несущих и две модулирующих, можно собрать 10 комбинаций. Ну и, соответственно, что получается? Для того, чтобы один и тот же релейный конец не смог принять сигнал из другой рельсовой цепи, что у нас должно сделано быть? Это рельсовая цепь, этот приемник 720-12 настроен, должен быть от другого такого же удален, как минимум на расстояние двух длин рельсовых цепей. То есть порядка 2 километра должно быть не менее между одноименными релейными концами. В данном случае, видите, у меня даже больше, наверное, получилась разница. То есть вот таким вот образом по всему перегону, что делают, заберут, ставят разные типы сигналов разными частотами с разными модулирующими. Чередуют их постепенно. Вот они, те самые частоты. Итак, в ТРЦ-3 это пять частот, которые я назвал. Максимальная длина у этих рельсовых цепей это 1000 метров, километр. Ну, какие модулирующие используются, сказал 8,12. И небольшая такая появилась новая информация, некая зона дополнительного шунтирования. Что это такое, поясню чуть попозже. Есть рельсовые цепи ТРЦ четвертого поколения, которые у нас с вами сейчас используются уже ограниченно. Раньше они использовались в автоблокировке, которая называлась АБТ, автоблокировка тональная, децентрализованная. Это когда релейные шкафы у нас располагались на перегоне. В этом случае вот для того, чтобы фиксировать более точно границу между секциями и светофор нормально поставить, ставились вот эти вот тональные рельсовые цепи четвертого поколения. Их особенность ключевая это какая? У них более высокие частоты, как видите, 4,5, 5 кГц и 5,5 кГц. В результате из-за такой высокой частоты у них максимальная длина до 300 метров, а в реальности обычно их делают 200 метров. Дело ли? Сейчас уже эти рельсовые цепи могут быть только там, где их строили. В настоящее время уже никто такую автоблокировку такого типа не строит. Ну и зона дополнительного шунтирования, это их особенность ключевая, всего лишь 15 метров. Достаточно что сделать? Перенести светофор проходной на 15 метров от питающего конца, или питающий конец отнести немножко за светофор на 20 метров, и мы с вами избавимся от небольшой такой нехорошей ситуации. Ну а для сравнения вам здесь я также привел, что это кодовую рельсовую цепь, у которой какая была частота либо 50, либо 25 Гц, ну и длина при этом у кодовых рельсовых цепей у нас какая была? 2600 метров максимум. В результате пока видно, что такое ощущение, что мы только проиграли с вами. Единственное, что пока мы узнали, что нет из-за стыков, но зато, блин, теперь получается, что на месте одной рельсовой цепи, которая раньше была в реальности, будет сколько у нас? Несколько рельсовых цепей. Ну, забегая вперед, я скажу, что их будет 4. Вместо одной кодовой рельсовой цепи мы ставим теперь 4 рельсовых цепей. Ну и, естественно, эти самые рельсовые цепи получаются у нас разбросаны по всему перегону. Раньше мы их бросали как на границах блокучастков, в релейных шкафах, а теперь получается, что еще и концы будут разбросаны по середине блокучастка, где-то там в нескольких местах будет располагаться. Пока только недостатки видны этих самых тональных рельсовых цепей. В данном случае как раз я показываю проблемку какую, очевидно, размещение, ну или так называемая зона дополнительного шунтирования. Если раньше у нас как происходило в кодовой рельсовой цепи, вы зашли за и застык, вступили на рельсовую цепь, она тут же зафиксировала занятость, да? То есть здесь вот у рельсовых цепей тональных, поскольку из-за стыков нет, то что у нас начинает происходить? У нас шунтирование конца происходит не тогда, когда поезд на него въехал, а тогда, когда он к нему приблизился на какое-то расстояние. Вот это расстояние, приближаясь на которое, мы уже приводим к тому, что путевой приемник шунтируется и называется зона дополнительного шунтирования. То есть это расстояние от поезда до конца, приближаясь на которое, мы уже шунтируем. То есть еще не доехали даже до релейного конца или до питающего, а уже рельсовая цепь фиксирует занятость, если впереди стоящая. Ну и вот речь шла о чем? О том, что ТРЦ-4, они имеют зону всего лишь дополнительного шунтирования, это порядка 15 метров. То есть поезд приблизился на 15 метров к концу и только тогда его зашунтировал. А если это будет рельсовая цепь третьего поколения, то там я еще 200 метров не доехал до конца, а я уже его зашунтировал. В результате что получается? Я такую рельсовую цепь поставил вот здесь около светофора, что бы у меня происходило. Я, приближаясь к светофору, сам бы себе этот светофор перекрывал, поскольку я бы уже занимал рельсовую цепь, которая находится за светофором. Ну вот такая вот заморочка у нас здесь с рельсовыми цепями. Что касается современных рельсовых цепей, уже четвертое поколение не используется. Там смещают светофор на нужное расстояние и добиваются отсутствия шунтирования смещением тональных рельсовых цепей третьего поколения. А смещением светофора. Так, ну это вот как раз про эту самую зону дополнительного шунтирования рассказывал студентам на лекциях. Сейчас уже, конечно, в памяти у меня нет, что зачем идет на слайдах на этих. Где-то вот начинаем подъезжать и постепенно что начинаем уже зашунтируем рельсовую цепь, только приближаясь. В данном случае приведена картинка. Скорее всего, наверное, я такую картинку вам и на экзамен возьму. Это будет картинка тональной рельсовой цепи перегонной. Ну, давайте смотреть, что на ней где есть. Здесь у нас новые элементы. Если вы словарик пишете, тот называемый, о котором я тут упомянул, то, возможно, новые элементы какие-то появятся. Итак, что мы здесь видим на картинке и сколько здесь рельсовых цепей? На самом деле здесь на картинке две рельсовых цепи. Вот у нас одна рельсовая цепь. Я ее сейчас пытаюсь мышкой обводить, не знаю, насколько хорошо видно. И вот вторая рельсовая цепь находится. И та, и другая. Это рельсовая цепь третьего поколения. Те, которые сейчас применяются, ничего лишнего как бы не смотрим. Обычно я смотрю, как рельсовую цепь начинаю рассматривать с питающего конца. Поэтому говорю, что обычно я в этом случае убиваю двух зайцев. Я рассказываю, как работает рельсовая цепь, то есть как идет сигнальный ток от питающего конца к релейному. И заодно и все элементы могу вспомнить. Итак, первый элемент, который у нас здесь встречается, это генератор GP3. Бывают их два типа. Один из них можно настроить на 8, 9 или на 11 частоту. Второй из них можно настроить на 11, 14 и 15 частоту, если я не ошибаюсь, если неправильно помню номера частот. Не знаю уж, кто их там придумывал, эти номера частот. Но под восьмеркой понимается 420, под девяткой 480, под 580 понимается 11 частота. Соответственно, 14 и 15 это 720 и 780. Далее за генератором. Чем занимается у нас с вами генератор? Я до этого немножко поговорил о амплитудно-модулированном сигнале, он у меня прозвучал, но я нигде вам его не показал. Давайте поищем, может где-то здесь появится. На картеечках. Ох, как все грустно и печально. Добрый дядя Вяткин, даже студентам модулирующего сигнала не нарисовал во всей презентации. Давайте нарисую. Итак, что же из себя представляет этот амплитудно-модулированный сигнал? Так, перо мы с вами взяли. Это у нас нулевая ось. Ну, а теперь попытаюсь из себя художника смострячить. О, какая красотища-то получается. Что-то с амплитудой маленькой не рассчитал. Ну, думаю, достаточно внятно вам представил, что здесь что, где тут какая несущая, где тут какая модулирующая. Вот то, что я рисовал, это есть несущая. То есть, например, 420 Гц. Это вот частота наших с вами импульсов, которые здесь появляются. Вы спросите, а где же здесь модулирующая? Это вот, чтобы модулирующую увидеть, это нужно обладать некоторым воображением. Давайте вообразим, где же здесь модулирующая частота. А модулирующая – это то, что в этом сигнале скрыто. Попытайтесь проследить за амплитудой вот этих всплесков. И вот то, что я сейчас пунктиром рисую, это и будет модулирующая частота. Вот это будет FM, а это была FN. Несущая 420, но модулирующая. Я вам говорил, насколько используются две частоты. Это либо 8 Гц, либо 12 Гц. Ну, пусть будет, как будто у меня это 8 Гц. То есть, вот эта вот частота, которая, верхушка. Дрожжит. Это вот и есть та самая 8 Гц. То есть, вот именно этот сигнал и является для нас полезным. 8 Гц нам нужен. Мы именно его передаем с питающего на ролейный конец. Но мы его как переносим? Мы его переносим благодаря вот этой вот нашей амплитудной модуляции. Примерно то же самое у нас с вами делается при передаче радиосигнала. Те самые на приемники АМ-ФМ. Вот то, которое АМ, это и есть та самая амплитудная модуляция. Там также у нас с вами голос модулируется. То есть, сам голос скрыт в сигнале вот таким вот образом. То есть, это просто дрожащая вот эта вот синяя верхушка, которую я рисовал. Это вот тот полезный сигнал, который вам в АМ-сигнале у нас с вами путем передачи сигнала на более высокой частоте у нас удается передавать голос человека или там музыку какую-нибудь. Так, сам сигнал показал. Итак, у нас с вами на выходе генератора образуется вот такая вот частота. То есть, каково назначение генератора амплитудно модулированных частот генератора? Это у нас создание вот такого амплитудно модулированного сигнала. Каждый из них, как я вам сказал, могут создавать определенные частоты. И любой генератор может настроен быть либо на модулирующую 8, либо на модулирующую 12, в зависимости от того, какую перемычку на штепселе у этого реле закоротить. Итак, вот здесь на выходе генератора та самая амплитудно модулированный сигнал. Что у нас дальше встречается? Дальше у нас на выходе ГП-3 стоит фильтр путевой, наверное, модернизированный буквально. Чем занимается фильтр? Мы с вами фильтры проходили? Проходили. Проходили. Сам фильтр тональных рельсовых цепей наверняка тоже был, потому что было бы нелогично, наверное, проходить одни фильтры, а другие фильтры не проходить. Но напомню вам, что немножко необычно, потому что раньше у нас фильтры где ставились? Они ставились на релейных концах, потому что должны были кого защищать путевое реле от различных помех. А здесь в тональных рельсовых цепях фильтры стоят не на релейных концах, а на питающих концах. И назначение у них несколько иное. Фильтр тональной рельсовой цепи третьего поколения TRC-3 у нас нужен для чего? Для того, чтобы защитить генератор от кого? От кодового тока, чтобы он не влиял. Также от кого? От тягового тока, чтобы тяговый ток никак не влиял на наш с вами генератор и никак не мог повредить устройство в него входящее. То есть наш фильтр что должен делать? Он должен амплитудно модулированный сигнал вот отсюда сюда пропустить сверху вниз, а вот сверху вниз, снизу вверх, а сверху вниз у нас с вами от АЛС сигнала, который к конденсатору CRC прикладывается, либо от асимметрии тягового тока, которая будет в рельсах. Если будет существовать, будет образовываться помеха, вот эта помеха на генератор не попала. Но здесь уже не поясняю, раз мы уже фильтры проходили. Итак, фильтр что сделал? Защитил генератор. Далее у нас с вами что сделано? Последовательно в цепь включен конденсатор CRC, назначение которого это какое? Это обеспечить подключение к рельсовой линии сигналов АЛС. В нашем случае что получается? Наш сигнал, который мы передаем на генератор, это какой? Давайте посмотрим сверху, что написано. 480 дробь 8. То есть идет частота 480 Гц. Для этой частоты сопротивление конденсатора какое будет? Маленькое. И наша с вами частота ушла куда? От фильтра к питающему трансформатору, который, кстати говоря, в перегонных рельсовых цепях размещаются у нас с вами около рельсов в путевых ящиках. Ну, те, которые рядом с рельсовым шкафом находятся, их, конечно, можно разместить и в самом шкафу. Так, дальше что у нас есть? Если же это идет сигнал АЛСН, то сигнал АЛСН у нас на каких частотах идет? Либо на 50, либо на 25 Гц. Частота, как видите, здесь низкая, а для низких частот сопротивление у конденсатора какое? Большое. И поэтому, что получается, наш с вами кодовый ток АЛС будет не закорачиваться через конденсатор. Что он будет делать? Он будет переходить куда? На ПТ. Ну, а со второго точки подключения будет через выход фильтра попадать также на питающий трансформатор. То есть вот такое вот подключение конденсатора позволяет нам врезать как бы в нашу рельсовую цепь передачу кодов АЛС. Благодаря вот параллельно этому конденсатору включаются точки, и от этих точек будут передаваться коды АЛС. Опять же, особенность еще одна рельсовых цепей тональных. Если кодовая рельсовая цепь имела границы около релейного и питающего, и из-за этих границ позволяла нам с вами прокодировать весь участок из одной точки, то бишь с питающего конца, то сейчас это уже невозможно. Почему? Потому что из-за стыков нет. То, что мы с вами с какого-то там места кодирования выплюнем, оно пойдет у нас не только в одну сторону, как раньше было в кодовой, а пойдет в обе стороны. И, соответственно, слишком много понадобилось амплитуду сигнала подавать к кодовому для того, чтобы прокодировать 2,5 километра в обе стороны, получается, еще и коды подправлялись бы в хвост уходящему поезду, ну и нам к голове следующего. Поэтому здесь этого не делают. В тональных рельсовых цепях поступили следующим образом. В зависимости от положения поезда точка кодирования меняется. Когда поезд приближается вот к этому концу, занимает рельсовые цепи, вот там, где я сейчас мышкой своей вожу, сейчас указатель другой поставлю, чтобы меня лучше было видно, допустим, где-то вот на этой рельсовой цепи находится, тогда кодирование ведется с этой точки. Поезд подъезжает ближе, кодирование перепрыгнуло и начинает осуществляться с вот этой точки. Поезд двинулся еще дальше, кодирование пошло с этой точки. Вот примерно таким вот образом у нас с вами будет прыгать точка передачи кодов в зависимости от нахождения поезда на перегоне. В частности, таких точек будет 3. То есть на всем блок участки будет из разных трех мест подаваться коды в зависимости от того, где будет находиться поезд. Так, ладно, с ЦРЦ разобрались. Далее мы что с вами делаем? Из релеиного шкафа выходим и заходим куда? В путевой ящик. Понятно, что между ними будет пролегать кто? Кабельная линия. По кабельной линии попали в путевой ящик. В путевом ящике сразу же воткнулись в кого? В устройство под названием FV. Это есть не что иное, как разрядник, вот так у нас обозначен, который защищает у нас с вами аппаратуру. Ну, пока мы на питающем конце сидим. Аппаратуру питающего конца от перенапряжения, от удара молнии рядом с рельсами. Если ударит, если образуется всплеск напряжения, то что произойдет, напряжение закоротится или искра проскочит в разряднике, либо закоротится через нелинейное сопротивление, то есть в аристер. Так, защитились, пошли дальше. Следующее, куда мы попадаем с вами, на элемент, который нам знаком, который обычно на питающем конце стоит, питающий трансформатор. Но в данном случае, видите, они все называются ПТ, но это не значит, что они все питающие. Этот трансформатор просто путевой здесь называется в финальных рельсовых цепях. Назначение у него какое? Согласовывать. Точно так же, как и в других рельсовых цепях, низкое входное сопротивление рельсовой линии с высоким входным сопротивлением аппаратуры или если кому так удобнее воспринимать, как мне и как я студентам рассказываю, что проще так, чем согласование, понижение напряжения на каком конце? На питающем и повышение на релейном. Вот эта вот обмотка у нас больше витков содержит, это меньше. В результате чего, что получается у нас сами в 38 раз понижается напряжение на этом конце, ну а на этом, соответственно, релейном будет в 38 раз увеличиваться. Немножко менее знакомое нам изображение элемента это автоматический выключатель по новым рисункам, его вот так вот рисует, QF он обозначен, это AVM, устройство, которое защищает, производит отключение аппаратуры тональной рельсовой цепи от рельсов в случае протекания большого тока АЛЭС, большого тока, пардон, тягового. Когда у нас большие тяговые токи будут проходить, это тогда, когда какой-то один из рельсов будет поврежден и большая часть сигнала тягового тока будет протекать по одному рельсу. Итак, QF защита от чего? От асимметрии тягового тока, от большой асимметрии тягового тока. Что будет происходить? Автоматически отключается, потом AVM немножко отдохнул, остыл, снова подключится. Если опять ток будет большим, то снова что сделать? Через определенное время нагреется и снова отключится и так далее. Либо, если все уже устранилось, то дальше начнет работать нормально. Кроме этого, у нас стоят резисторы RZ, которые у нас здесь будут играть роль ограничительного сопротивления. То есть будут обеспечивать шунтовой эффект. У нас с вами в рельсовых цепях. Ну и, кроме того, защищают питающий трансформатор ПТ от короткого замыкания, если поезд будет находиться прямо напротив этого конца. То есть чисто на коротко он не сядет. Наш с вами трансформатор.